В момент он начнет заботиться о каждом. А до этого кто заботился? Нет, если вдруг кто-то пришел, первый раз, например, то есть если человек принял, он позитивный, он принимает это, он нравится это, это означает, что все, как только нам нравится Кришна, сразу Кришна, мы начинаем говориться. Если мне Кришна нравится, я принимаю, это уже первый признак того, что я готов встать. Я не знаю, не ставлю. Мне нравится, что живут. Кришна заботится о преданных, но а что значит, что он заботится? Это даже то, что если ему что-то не нравится в своей жизни, то есть как-то нужно себе это объяснить или себе, что это тоже забота Кришны? Или как это воспринимать? Не нравится, я не совсем. Ну, допустим, какие-то ситуации в жизни неприятные происходят, да? Но мы же за тебя знаем все. Обо мне Кришна точно заботится. Хоть там какая-то преданная, но тем не менее, да? Вот как бы веру в это хотя бы развивать. И что значит забота Кришны? Даже неприятные ситуации какие-то в жизни? Конечно. То есть это тоже себе нависка. Надо себе объяснить это? Да, это как очень простой момент. Например, родители заботятся о детях. Но это же не означает, что они только его гладят по голове. Они на попе дают ему. Да, в уши дергают, лоб вставят. Подними руки, вот, и возьми палку, и держи вот так еще. А если он говорит, а ну-ка подними руки, держи вот так. Вот где он упал, бабушка так его воспитывала. Подними, вот возьми палку, и держи вот так. И стою, говорю. Вот так его бабушка воспитывала. Она с любовью это делала. Поэтому, конечно, в неприятной ситуации это тоже забота к личной. Чтобы мы урок как-то измекли. Верно. А как это понять? Какой из этого урок? Урок? Ну да, вот сложно было. Когда ты думаешь, ну какой из этого урок? Измекать ничего не надо. Надо просто выполнять. Вот, допустим, мы выполняем свои обязанности. Нести какие-то... Ну, просто мы как, мы повторяем Махабаса, там, Бажа. И мы там следуем четвертым принципам. Махабаса, там, Бажа. И мы делаем. И возникает неприятная ситуация. Мы понимаем, неприятная ситуация. Колокольчик. Нас оштрафовали. Нас побили. Мы плохо обратились. Да? Что мы делаем? Злимся. 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 Да. С первой акции. Да. Но в то же самое время мы не перестаем повторять сходить. Ну, за это так. Да, правильно. Вот в этом весь вопрос. Вопрос в том, что... А если когда такие потом окапливаются много, тогда... Мы все равно продолжаем. Нет, так может, это вы как можете продолжать. А кто-то, может, не может продолжать. Да, понятно, что он не может продолжать. Это значит, что... Ну, как это разлом уже получается. Да. Что ж ты как-то... Да, есть такой... Поэтому... Надо прийти к тому моменту, что на все есть план Кришет. Просто если, скажем, детское мышление, наверное, когда ребенок в этом возрасте не понимает, через три года он поймет. Но отец, он взрослый. Он знает, как лучше ребенку сейчас. Ну, уроки, смотрите, если уроки есть... Уроки жизни, это одна вещь. То есть мы, например... Мы сели в машину, поехали, да, и у нас произошла авария. Мы разбираем ситуацию, почему авария произошла. Вот это и есть урок. Урок по ситуации, да. Ну, ей можно так объяснить, что я там не закрутил что-то там... Невнимательно сказать, разговаривать по телефону, да. То есть это материальные уроки. Материальные уроки, они сами по себе. Но главный урок то, что Кришна это делает со мной. Почему? Потому что Кришна хочет... Почему же со мной так поступил? Почему Кришна... Это Кришна поступил, или это карма личная, все равно. А вот сейчас сказали, что это все Кришны. Мы уже сказали, что Кришна нравится. Почему так Кришна позволил, да? Это означает, что есть какая-то у меня внутренняя причина. Ну, так какая? А внутренняя причина... Кто ответит мне на это? Да, внутренняя причина. Как ее развить? Мы должны понять, что планы Кришны сразу понять очень сложно. А когда? Нет, нет. Во-первых, планы Кришны планы сложные. Поэтому мы не можем потребовать, Кришна, ну какой же твой план? Почему ты мне вначале не сказал, что я разобью свою машину? Я бы тогда, ну может быть, ремень бы хотя бы пристегнул, чтобы мне хотелось бы шишка не было. Или там, я не знаю, я бы не отремонтировал бы перед этой аварией. Ему же важно, чтобы вы поняли этот урок. Или не важно, Кришна? Урок заключается в том, что в материальном мире нет причастий. Ну это понятно. Ну это что, это урок-то? Нет, это урок. Что в материальном мире мы не можем ожидать, что все будет гладко, что будет все в небе. Мы принимаем от Кришны. Хорошо, мы же соглашаемся. Да, Кришна, есть твой план. Но в чем смысл этого плана? Зависимость. План заключается в том, что... А, уже ближе. Зависимость должна быть. Мы не поставили себя в зависимость от Господа. И Господь показывает, что ты ничего здесь не контролируешь. Ты не можешь ожидать... Что, по-моему, будет, да. Мы не контролируем его. Поэтому Кришна ставит нас в такое беспомощное положение, чтобы мы, так сказать, еще лучше предали... А если бывает наоборот, что он после этого беспомощного положения еще больше отходит?